Добрый день! Вы смотрите новости в эфире телеканала Катунь24, студии Егор Матаев. В начале о главном. В селе Курья сегодня освещают восстановленную церковь Знаменья, где крестили Михаила Калашникова. Подробности узнаете в прямом включении с церемонии. Все больше людей предпенсионного возраста в Алтайском крае получают профессиональное образование, а в службе занятости населения реализуют проект «Старшее поколение». Больше 50 бойцов со всей России собрались на этапе Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова. В селе Курья сегодня освещают восстановленную церковь Знаменья, где крестили Михаила Калашникова. На месте событий работает мой коллега Глеб Полянский. Он с нами на связи. Глеб, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Алтайскому краю предоставлено уникальное право, как малой родине знаменитого оружейника Михаила Калашникова, начать цикл юбилейных мероприятий в честь его столетия. И одним из первых таких событий стал чин освещения церкви Знаменья в селе Курья. Она за нашей спиной. Церковь восстановили. Когда-то в ней крестили Михаила Тимофеевича. И вот сегодня обновленное, восстановленное здание вновь введено в строй. А сейчас рядом со мной находится дочь оружейника Елена Михайловна. Здравствуйте, Елена Михайловна. Добрый день. Вы были последний раз в Алтайском крае в селе Курья в 2007 году. Наверняка видели, в каком состоянии находилось это здание. Практически в аварийном. Как оцениваете проведенную работу? Когда мы были, то там была встреча с односельчанами. Это был культурный объект, который, ну, с другой стороны, он позволил провести такое мероприятие. И Михаил Тимофеевич там выступал. Поэтому, ну что, да. А церковь была в доме, в избе. Я туда ходила, в ту церковь. Даже на службе была. Вот. Но вот я слышала от своих тетушек о том, как рушили эту церковь. Они мне рассказывали, что какая-то девочка шла, и когда колокол падал, и, в общем, купол разрушали, и даже погибла эта девочка. То есть вот такую печальную историю я слышала от них еще в 1993 году. Вот. Потом мы в 2007 были, и то, что сейчас это уже храм, и то, что это большой и красивый, это, ну, я думаю, что это замечательно. Вера, которая, значит, вот сюда будет принесена, я думаю, она поможет многим односельчанам, скажем так, Михаилу Тимофеевичу, стать лучше, чище, добрее. И, наверное, это принесет некоторый такой свет вот в село, но, по крайней мере, в душе, это точно. И то, что это все сделано, и сделано так замечательно, и все очень красиво, это, ну, радость большая. Елена Михайловна, спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, напоминаем, что мы находимся в Курье, где сейчас проходят юбилейные мероприятия в честь столетия Михаила Калашникова. Подробнее расскажем в выпуске новостей на 17 часов. Глеб, спасибо вам. Ждем вас в редакции. А я продолжу выпуск и перейду к оперативной информации. Сегодня 8.42. В результате нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ, город Яровое, произошла остановка работы станции. Чтобы устранить повреждения, необходимо остудить котел, на что потребуется примерно около 6 часов с момента порыва. Далее непосредственно проведение ремонтных работ и прогрев котла для обеспечения тепловоснабжения потребителей. С учетом прогнозируемого срока завершения по устранению порыва, запуск котла планируется во второй половине дня 26 октября. На ликвидации последствий инцидента задействована ремонтная бригада в количестве 26 человек. Это сотрудники станции. В настоящее время в связи с остановкой станции горячее водоснабжение потребителей прекращено. Однако циркуляция горячей воды в системе отопления сохранена. С учетом плюсовой температуры наружного воздуха не ожидается значительного снижения температуры в помещениях. Все экстренные службы работают в плановом режиме. Губернатор края Виктор Томенко отозвал министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина из командировки в город Москва для координации всех задействованных в аварии служб. Ситуация с теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей города Яровое находится на контроле межведомственной рабочей группы, действующей при правительстве Алтайского края и администрации Ярового. Органам местного самоуправления в городе введен режим повышенной готовности. Принято решение, да, быстрее всего в работу вывезти котелный брусейн, на котором, собственно, сегодня утечка произошла. Работа идти начнется после обеда, потому что он должен открыть. Вот, сюда нужно засунуть леса, только потом приступить к разборке, обморовке и занятию, соответственно, аварии. Ориентировочное время – это сутки, ориентируясь и часов на 11, на 12 субботов. Учиться никогда не поздно. В этом году в Барнауле 465 человек предпенсионного возраста получают профессиональное образование в рамках национального проекта «Демография». Его реализует Центр занятости населения. Предпенсионный возраст – это период за 5 лет до выхода на пенсию. Люди, которые попадают в эту категорию, имеют право бесплатно получить профессиональное образование или повысить свою квалификацию. Учиться можно очно, заочно и дистанционно. Все зависит от специальности. Расходы оплачивает служба занятости. Максимальная сумма на одного человека, которую мы можем оплатить в этом году – 68 500 рублей. Это очень солидная сумма, которая позволяет, в принципе, реализовать обучение практически по любой специальности, профессии и направлению подготовки. Участвовать в проекте могут как работающие, так и безработные. При этом безработный человек в процессе учебы получает стипендию. По данным Центра занятости населения, самые приоритетные профессии для людей предпенсионного возраста – это администратор, аппаратчик и бухгалтер. Подробнее о том, как проходит обучение предпенсионеров, смотрите сегодня в вечернем выпуске новостей в 17.00. Больше 50 бойцов со всей России собрались на этапе Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою на призы нашего земляка, героя России Владимира Шаманова. Турнир стартовал сегодня. Подробности первого дня соревнований расскажет Владислав Кириенк. В 2015 году турнир по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова был признан лучшим среди вооруженных сил Российской Федерации. А три года назад получил статус мастерского. Сегодня в Барнауле в спорткомплексе «Победа» прошло торжественное открытие седьмого по счету этапа Кубка вооруженных сил. С приветственным словом гостям турнира обратились министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев и почетный гость турнира Герой России Владимир Шаманов. С удовольствием сюда приезжают ведущие спортсмены. Мне стало исключением этот турнир. Поэтому я желаю, чтобы была честная спортивная борьба, еще более жесткие требования к судейскому корпусу, чтобы победили сильнейшие. Среди участников соревнований 63 спортсмена. Они представляют все военные округа России. Это десантники, ракетчики, спецназ. Добавлю, что сегодня проходят отборочные соревнования, а также бои за третье место. Первая весовая категория начинается до 60 килограмм. Участники принимают участие. Наивысшая весовая категория свыше 85 килограмм. На данном турнире собрались достаточно сильные представители армейского рукопашного боя. В частности, очень сильный вес у нас получился 70 килограмм. Очень сильный вес у нас получился 80 килограмм и 85. Такие прям там и бойцы хорошие собрались, и уровень высокий. Добавлю, ну а уже завтра здесь же в спорткомплексе «Победа» пройдут финальные бои, где выявят лучших бойцов по армейскому рукопашному бою вооруженных сил России. Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости. Девяносто и старше. Наш телеканал продолжает рубрику «Секреты долголетия». Каждый вторник и пятницу мы рассказываем о долгожителях Алтая, которые по-прежнему молодой душой и готовы поделиться своей историей. Зинаиде Михайловне Космыниной 90 лет. Но пенсионерка не перестает удивлять своими талантами. А вот какими, смотрите в следующем сюжете. Чук-чук-чук, намолил и дедчик, и бабка рыбку петет, коворотка течет. Так задорно пританцовывая и напевая, Зинаида Космынина играет на ложках почти каждый вечер. Ей 90, но блеск в глазах и желание жить по-прежнему не угасает. Пенсионерка родилась в селе Малый Бощелак Чережского района, в небогатой крестьянской семье, где она была старше для пятерых братьев и сестер. Отец погиб еще на войне, а мать целыми днями работала в сельском совете налоговым агентом. Зинаида помогала по хозяйству, а позже сама устроилась на работу бухгалтером и нормировщиком в ремонтную мастерскую. Например, токарю заказывают деталь какую, чтобы он выточил, и вот, а я определяю, сколько она стоит. Вот, ну, как бухгалтер. Токарь уже знал, ему приносят наряд, уже там стоит цифра, сколько стоит эта деталь. Он точит ее и вот дает трактористу или шоферу. Зинаиде Космыниной не было и двадцати, когда она стала старостой сельсовета. Много дел легли на хрупкие плечи молодой комсомолки, но она справилась. Зинаида поднимала целину на Алтае, встречала работников с Москвы, Брянска и Ленинграда. Я собрала комитет комсомола, распределила, что искать им квартиры. У нас же общежития-то не было, квартиры искать. И вот эти комсомольцы мои все искали квартиры. Оказалось, квартира там и всем банька была. А чтобы мужики на полях работали и не пьянствовали, она даже собрала танцевальный кружок. С будущим мужем познакомилась на очередном семинаре комсомола. Владимир посадил невесту на коня и увез свататься. Три года назад любимого не стало, но они успели отметить золотую свадьбу. Зинаида Михайловна с теплотой вспоминает любовь и заботу супруга. Вот когда голова заболит что-нибудь у меня, он, бабуля, вставай, я уже, говорит, кашку сварил. Я говорю, а я уже умылась. Ну, вставай, мы с тобой сейчас покушаем. Вот сварит греченую кашку, стою, кушаю. Он хорошо и к детям относился, и ко мне. Вместе они воспитали троих детей, шесть внуков и восемь правнуков. Во многом благодаря любви супруга Зинаида прожила такую долгую и мирную жизнь. Сейчас за бабушкой ухаживает сиделка. Младшая дочь живет в соседнем доме и навещает каждый день. Позитив главное в душе. Настрой и окружение, я так считаю. Потому что и родственники, и мы не бросаем. А это главное, потому что человек чувствует, он не один. Зинаида Михайловна любит наряжаться. Специально для съемок подобрала свое лучшее платье и надушилась французским парфюмом. Ее секрет долголетия – желание жить и дарить людям улыбки. Елизавета Конева, Денис Кузьменко. Новости. К этому часу у меня все. С вами был Егор Матаев. Хорошего дня.